Время, которое произошло летом прошлого года в Калязинском районе области, вызвало широкий общественный резонанс. Погибли трое подростков 14 и 15 лет. Это случилось ночью 29 июля. В ходе предварительного расследования установлено, что в ночь на 29 июля 2020 года житель города Москвы, являвшийся сотрудником полиции, двигаясь на автомобиле по автодороге Сергий Евпоцят, Калязин, Рыбинс, Череповец, проявил невнимательность к дорожным условиям, выразившуюся в том, что перед совершением обгона, двигавшийся впереди и попутно на направлении транспортного средства, не убедился в том, что полоса движения, на которой он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. Мужчина вывел машину на полосу встречного движения, где произошло столкновение с мотороллером. Находившиеся на нем подростки скончались на месте. В следовательном следственном комитете проведена большая и кропотливая работа по установлению всех обстоятельств произошедшего, в связи с чем уголовное дело с отвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Напомним, уголовное дело было возбуждено по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса нарушений лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц. В преддверии школьных каникул мы еще раз обращаемся к родителям о правилах пользования детьми, мотороллером, мотоциклом или скутером. Требуется пройти належащее обучение, подготовку и получить водительское удостоверение на дельне, из которых хватает столько лишь с 18 лет. Помните, что выезжать подросткам на дороге общего пользования с оживленным транспортным потоком крайне опасно для жизни.